Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Овчинникова Алена, и я очень рада вас приветствовать на своем YouTube-канале Овчинникова School. Сегодня мы вместе с вами сделаем видео-обзор скетчбука Art Dairy. Это скетчбуки для акварели из 100% хлопковой бумаги, и еще у этого скетчбука есть много интересных преимуществ, о которых мне хочется вам рассказать. И основное преимущество этих скетчбуков – это то, что вы можете напечатать любую картину, любое изображение на обложку. И обложка может быть очень разная по тактильным свойствам, по своим характеристикам. Вы можете выбрать скетчбук из гладкой кожи, из текстильного материала, из нубука. И визуально, и тактильно она будет совершенно по-разному очищать. И на любой такой обложке вы сможете напечатать изображение, которое вам понравится больше всего. И здесь у меня напечатана моя иллюстрация, и мне очень нравится, как она получилась. И большая по формату, и сам скетчбук, он 25 на 25 см, что тоже является его большим преимуществом. Ну и, конечно же, здесь есть еще и резинка. Еще один момент, про который хочется вам рассказать – это то, что скетчбук приходит сразу же вот в такой красивой коробке, на котором напечатано изображение. То же самое, что и на вашем скетчбуке. И раскрывая такую посылку, сразу же появляется невероятное количество положительных эмоций, поскольку есть ощущение действительно хорошего, дорогого подарка. И это очень здорово. Даже в таких мелочах уже чувствуется, как заботится производитель о своих клиентах. Ну и давайте покажу чуть ближе, как же выглядит это все внутри. Давайте посмотрим на упаковку чуть ближе. И мы видим, что качество очень красиво, очень аккуратно все упаковано. Мы видим сразу же изображение, которое и тактильно приятно трогать на этой коробке. Ну и, конечно же, дальше в ней можно хранить какие-то свои творческие материалы, например, краски, либо кисти. Но я думаю, что каждый найдет, как можно эту коробку в дальнейшем применять. Ну, либо хранить в ней скетчбук. Внутри мы видим скетчбук. Здесь раньше еще была нарезанная бумага, но у меня уже скетчбук достаточно давно со мной. Я его, как следует, протестировала перед тем, как сделать для вас обзор, поэтому здесь у меня уже бумаги нет. Вот мы можем с вами увидеть, что и здесь, и здесь у нас одно и то же изображение. И на скетчбуке выглядит это просто невероятно. Очень аккуратная окантовка вокруг, которая не перетягивает на себя внимание. Тактильно скетчбук невероятно приятный. Его хочется трогать, так как это нубук. Да, и вот есть ощущение очень такой дорогой обложки. И действительно, рисуя в таком скетчбуке, получаешь просто невероятные эмоции. Здесь скетчбук сделан именно в таком формате, что пружинка сверху. И когда мы рисуем, она никак не мешает процессу. Также здесь есть резинка для того, чтобы скетчбук можно было закрывать. На обороте вы также можете сделать какую-то надпись, сделать свой логотип. А у меня здесь написано в Чинниково скул. Но также здесь можно сделать, например, еще одно изображение, если вам это необходимо. Ну и давайте посмотрим, что у нас внутри этого скетчбука. Так как все-таки акварельный скетчбук, в нем самое важное, чтобы была хорошая бумага. И здесь бумага Боухонг. Это бумага из 100% хлопка со средним зерном и плотностью 300 грамм. Это достаточно редко, чтобы действительно из такой плотной, хорошей бумаги делали скетчбуки. Поэтому это является его еще одним большим преимуществом. И бумагу Боухонг очень многие знают, много художников на ней рисуют. Я все свои работы тоже делаю именно на этой бумаге. Поэтому я невероятно счастлива, что именно эта бумага находится в скетчбуках. За счет чего еще и очень хорошая цена у скетчбуков. Этот скетчбук небольшого формата 20х20. Только что я вам показывала скетчбук чуть побольше. Этот формат уже 25х25. И если перейти на сайт, вы действительно увидите, что цена настолько хороша, что конкурентов почти у них по ценовому сегменту нет. Если сравнить цена, качество и то, что вы еще можете напечатать свою обложку, сделать свое изображение на скетчбуке, то вообще никаких других вариантов у нас не появляется. Поэтому это просто что-то невероятное, подарок действительно для творческих людей. И первую работу, которую я здесь сделала, это рождественская новогодняя елка, которая на Дворцовой площади у нас находится в Санкт-Петербурге. И посмотрите, как здорово здесь и легла краска, как красиво выглядит сам скетчбук. Его очень здорово можно презентовать, фотографировать. Поэтому это тоже одно из его преимуществ. Так как сверху у нас пружина, ничего нам не мешает воспринимать правильно изображение. Здесь еще есть небольшая перфорация, в которой вы можете оторвать изображение, если вам необходимо кому-то подарить эту работу. Это тоже достаточно важный фактор, потому что многие рисуют в скетчбуках и потом дарят свои работы, но нужно как-то вырезать. Это всегда не очень красиво выглядит. А здесь производители сразу же уже позаботились и сделали вот такую вот отрывную ленту. Но если мы ей не пользуемся, то скетчбук работает полноценно. Просто у вас есть такая возможность эту часть оторвать. Этот урок вы можете найти у меня на YouTube-канале. Он бесплатный. И нарисовать вместе со мной эту елку и как раз посмотреть, как себя ведет этот скетчбук в действии. Вы можете не только посмотреть сейчас обзор, но и посмотреть, как я на нем рисовала, какие манипуляции он воспринимал. Потому что здесь была сложная работа и с маскировочной жидкостью. Мы видим, что маска прекрасно снимается с бумаги, и вы спокойно можете работать с маскировочной жидкостью. Здесь было сделано достаточно много слоев поверх, и небо несколько раз я отрисовывала. И средний план. Поэтому как раз на этой работе я протестировала все возможные варианты. Поэтому если вам хочется нарисовать вместе со мной эту прекрасную елку, или вы просто хотите более качественно разобраться, действительно подойдет вам этот скетчбук или нет, поэтому вы можете перейти по ссылке, посмотреть этот видеоурок и при желании нарисовать эту елку вместе со мной. Также очень здорово то, что можно рисовать с двух сторон. Поэтому вторую иллюстрацию я уже сделала с обратной стороны. Тут тоже у нас пружина находится снизу, поэтому она не сильно мешает. Обычно получается, что как раз под рукой, когда мы рисуем, находится пружина, если идет классическая сшивка. Здесь производители сделали пружину таким образом, что даже когда мы рисуем на обороте, нам ничего не мешает. Поэтому спокойно мы рисуем изображение. Высота здесь хорошая, нет никакого наклона. За счет того, что правильно подобрано количество листов и толщина обложки, мы видим, что изображение лежит очень ровно, четко по горизонтали. Нет никаких наклонов, как иногда бывает, когда идет скетчбук именно на пружине. Поэтому здесь скетчбук прекрасен по всем своим характеристикам. Вы можете на двух иллюстрациях увидеть, что и по качеству бумаги здесь все прекрасно. Что с одной, что с другой стороны, получается отличное изображение. Очень удобно рисовать. Нет никаких лишних наклонов. Пружина не мешает. И сам по себе он очень тактильный и приятный. Поэтому я уверена, что если вы давно хотели себе приобрести скетчбук, это идеальное будет для вас приобретение. И особенно с учетом того, какая у них приятная цена, я уверена, что каждый может себя таким скетчбуком порадовать. Ну и у меня для вас есть тоже небольшой подарок. Я совсем недавно ездила к ним на производство. Сейчас вам вставлю небольшое видео, в котором видно, как много мощностей у производителя, какими объемами они занимаются. Именно благодаря этому качество у скетчбуков такое высокое. Ни одна маленькая типография не может похвастаться таким качеством, поскольку у них просто нет такого оборудования. Поэтому это действительно прекрасный скетчбук. И за счет того, что у них есть такие мощности, они могут позволить себе сделать его для художников по действительно очень приятной, очень низкой цене. И у меня уже несколько скетчбуков, поскольку просто невозможно остановиться. Я вам показала внимательно скетчбук вот такого небольшого формата. Это формат 20 на 20 сантиметров. Также у меня есть скетчбук, который я сделала для своей школы. Тоже 20 на 20 сантиметров. Но здесь скетчбук на сшивке. В нем я еще не работала. Но здесь та же самая бумага. Поэтому никаких сюрпризов не будет. Все аккуратно прошито. Все листы раскрываются. И можно смело в нем рисовать. И рисовать полностью на разворотах. Здесь тоже у нас бумага 300 грамм. Достаточно плотный такой скетчбук. И тоже с очень приятной тактильной обложкой. И последний скетчбук, который я вам хочу показать. В нем уже тоже есть несколько работ. Здесь также напечатана моя иллюстрация. На обороте есть логотип. Вы точно так же можете, например, здесь написать свою фамилию. И в этом скетчбуке я рисовала в путешествиях. Буквально две работы успела сделать. Но посмотрите, как здорово здесь ложится краска. Какие отличные получаются работы. Так что всем, кому интересно, вот даже три работы еще. И когда ездила на Ямал, тоже порисовала в этом скетчбуке. И дальше еще пока ничего нет. Но я уверена, что скоро я отправлюсь в новое путешествие. И здесь появится еще один разворот. Так что я на самом деле от всей души рекомендую. Поскольку знаю, как сложно найти недорогой, но качественный скетчбук. И у меня есть достаточно много скетчбуков от разных производителей. Но такой цены и такого прекрасного качества я еще нигде не встречала. Так что с радостью вам рекомендую. У меня есть промокод для всех, кто сейчас смотрит это видео. По промокоду АленаАрт вы получите скидку 300 рублей. Это небольшая скидка, но я уверена, что с учетом того, что цена на скетчбуке совсем небольшая, даже 300 рублей, это будет очень хорошая дополнительная экономия ваших средств. Так что всем большое спасибо, кто посмотрел это видео вместе со мной. Я надеюсь, что вам было полезно, что вы увидели для себя важные характеристики этих скетчбуков. и сможете выбрать наиболее подходящий и порадовать себя или близких коллег таким прекрасным материалом для творчества. Всем спасибо, до новых встреч и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok